МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех! Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я хочу начать с того, что поделюсь с вами свидетельством одной девушки из Бразилии. Она получила исцеление от коронавируса. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус может исцелить вас абсолютно от любой болезни. Для духовной реальности не существует расстояний, и вы можете быть исцелены от любого заболевания. Нет ничего, что было бы слишком трудно для Бога. Она смотрела нашу программу в прямом эфире. И в этот момент Господь прикоснулся к ней и исцелил ее во славу Божью. Поэтому сейчас я хотел бы показать вам свидетельство этой девушки. Само свидетельство на португальском языке, но мы сделали для вас субтитры с переводом. И я знаю, что вы получите огромное благословение, услышав это замечательное свидетельство. Отец, мы благословляем. Хотим? И приказываем вирусу умереть. Мы связываем вирус COVID-19 на корню и проклинаем его. Мы благословляем Хатил и высвобождаем исцеление в ее тело прямо сейчас. Господь, мы с верой просим Тебя двинуться сейчас. Пастор Гермес Фалькао, я приветствую вас в Господе. Я певица Ариана Фритас де Монте-Аллегре. Пара. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы молились за мою сестру. Вы знаете, через что ей пришлось пройти. Она пережила невероятные мучения, сражаясь с COVID-19. Но через ваше служение Бог сделал чудо. Наблагословит Бог вашу жизнь и ваше служение, а также всех тех, кто смотрит ваши программы, ваши эфиры. Для всех нас огромное благословение. Слава Господу! Она получила полное исцеление во славу Господа. Она верой получила чудо от Бога. Эта девушка живет далеко от нас, в Бразилии. А мы находимся в Ричмонде, штат Вирджиния. Поэтому и вы сегодня можете принять свое исцеление. Мы будем говорить сегодня о сверхъестественном прорыве в вашей жизни. И также я хочу показать вам подтверждение того, что мы уже начали раздавать продуктовые наборы особо нуждающимся людям в Бразилии. Многие из вас присылали пожертвования, чтобы этот проект состоялся. И мы уже начали раздачу продуктовых наборов в самых бедных районах Бразилии. Я хочу показать вам несколько фотографий из города Форталеза, Бразилия. Это мой родной город. Для нас огромное благословение, что мы можем послужить этим нуждающимся семьям. Многие из вас, наши телезрители, посеяли свои финансы в этот проект. И это только начало, потому что на следующей неделе мы планируем раздать еще больше продуктов людям в нужде. Поэтому сейчас вы увидите на экране фотографии, показывающие процесс раздачи продуктовых наборов. Это автомобиль нашего друга, через которого мы присылаем финансы. Чтобы приобреталась пища нуждающимся семьям. Его зовут пастор Диего из Форталезы. Это не тот Диего, что был в гостях в нашей студии вчера. Это еще один друг, пастор Диего. Вы видите пакеты с едой, которые они раздавали. А есть еще фотографии. Это пастор Диего из Форталезы. Мы его очень хорошо знаем уже много лет. Если не ошибаюсь, мы познакомились с ним еще в 2006 году. Итак, он ходил и раздавал этим семьям продуктовые наборы. Он заходил к ним в дом и молился о них. Он приносил им помощь от всех нас в виде продуктов. И еще фото. На этой фотографии вы видите семью с грудным ребенком, а на заднем плане большой пакет с продуктами. Вот такие служения для тех, кто в нужде. это для них огромная и своевременная помощь. И вы должны осознавать, что вы тоже участники этого доброго дела. Мы смогли помочь нескольким семьям на сегодняшний момент, но еще так много есть семей, которые ожидают, что мы сможем помочь им. И ожидают, что они тоже получат благословение от всех нас, от миссии служения «Рассвет пробуждения». Некоторые из этих семей имеют интернет. Мы показывали вам эти фото, чтобы вы увидели, что проект уже запущен в действие. Помимо физической пищи, эти люди также получают духовную поддержку. Аминь. Слава нашему Господу. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень интересную тему. Мы поговорим о сверхъестественном прорыве и обеспечении. Наш Бог есть Бог обеспечения. Когда Моисей спросил Бога, что мне сказать израильтянам и всем тем, кто будет меня спрашивать о тебе, «Как тебя зовут?» «Как твое имя?» «Как твое имя?» То, что Бог ему ответил, очень интересно. Он сказал следующие слова. Он произнес «Я есм сущий». Что это означает? Его имя означает, что он как раз тот, в ком вы нуждаетесь. Он именно то, что вам нужно. Он ваша самая большая необходимость. Если вы нуждаетесь в исцелении, он Ягова Рафа, ваш целитель. Если вы нуждаетесь в обеспечении, в то, чтобы он усмотрел ваши нужды, он Ягова Ире, ваш обеспечитель. Если вы нуждаетесь в мире в своем сердце, то он Ягова Шалом, Господь, мир твой. Господь является всем тем, в чем вы нуждаетесь без исключения. И мы видели это на протяжении всей Библии. Библии, проверить то, что вы нуждает. Бог всегда усматривал нужды своего народа за всю историю человечества. Я хочу ободрить всех, кто смотрит сегодня эту программу. Господь никогда не нарушит своих обещаний. Он всегда обеспечит вас всем, в чем вы нуждаетесь. На каждое видение от Бога Он даст вам обеспечение, чтобы это видение воплотить. Но мы должны помнить призвавшего нас. Он не допустит, чтобы вы так и оставались в своей нужде. Он сделает все необходимое, чтобы вы смогли воплотить то видение, которое Он поместил в ваше сердце. даже то, что вы видите сегодня в этой студии, возможно, это не самая роскошная студия, однако каждая деталь в этой студии стоила денег. За все платит серебро. И нам ничего не досталось бесплатно или по дешевке. когда я начал служение рассвет пробуждения, у нас на банковском счете вообще не было ни цента. Но в это время я слышал от Господа, что мы будем достигать своим служением разные страны мира. Он обещал, что это служение выйдет на глобальный уровень. Однако глядя на все физическими глазами, я осознавал, что у нас нет никакой возможности воплотить это в реальность. Все, что у меня было, это Слово от Господа и обещание от Него. И я до сих пор имею Слово и Его обещание, и этого мне вполне достаточно. Если только вы будете продолжать проявлять послушание Духу Святому, Божьи благословения никогда не перестанут течь в вашу жизнь. Да, в жизни мы сталкиваемся с трудностями, но Господь с нами во всех этих трудностях. Бог даровал нам веру, а вера, уверяю вас, сможет привести нас к невероятным результатам. Вера делает потрясающие вещи. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Нему веровал, что Он есть, и что Он, ищущим Его, воздает. Он вознаграждает тех, кто усердно ищет Его. И в Слове Божьем, а именно в книге Царств, в главе номер 17 мы видим следующее. Я прочту вам несколько стихов. Речь пойдет о пророке Илье. Итак, третья книга Царств, 17 глава с первого стиха. «И сказал Илья, фесфитянин из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Моему Слову». Как вы видите, Илья прекрасно знал, перед кем Он предстоял. Он сказал, «Жив Господь Бог Израилев, перед Которым я стою». Он знал Господа лично, Он был пророком Божьим. Он сказал, «Жив Господь, Бог Израилев, перед Которым я стою». В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Моему Слову. «Моя palabra сейчас не будет ни шу ни дождя, если когда я говорю». Только вообразите себе уровень власти, стоящий за его словами. «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Моему Слову». «Воу, когда я скажу, что «Воу». Вот это да. Он даже не сказал, если только Бог скажет Слово. Он сказал, «Разве только по Моему Слову». Потому что Он знал Своё призвание и поручение от Господа. И дальше, во втором и третьих стихах мы читаем, «И было к Нему Слово Господне, «Войди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока». Харафа, что против, Иордана. Вскройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока мы будем пить, а воронам я повелел кормить тебя на том месте. А теперь послушайте внимательно. Бог сказал ему пойти и обратиться на восток, потому что там, в том месте, Бог уже все усмотрел для Ильи. Он позаботился о его обеспечении. Я уже повелел воронам кормить тебя, пока ты будешь там. Поэтому ты, Илья, можешь идти туда с полной уверенностью, потому что я уже обо всем позаботился. И сегодня, когда мы говорим о сверхъестественном прорыве, я призываю вас провозгласить в свою жизнь. Провозгласить в свою жизнь Слово от Бога, что Бог уже послал свое обеспечение в ваше будущее. Он все предусмотрел. Он сказал Ильи, иди к потоку, потому что я повелел воронам кормить тебя вместе с всем. Таким образом, Бог высвободил в будущее Ильи Слово об обеспечении. И точно так же Бог провозгласил свое обеспечение в твое будущее, мой друг. И поэтому ты не будешь терпеть нужды. Бог не оставит тебя. Ты не потерпишь поражения. Ты не будешь в хвосте. Верю в сверхъестественное обеспечение и сверхъестественное восполнение нужд. Бог произнес свое слово. Он велел воронам кормить Илью, несмотря на засуху. Аллилуйя. И точно так же в этом кризисе Бог приготовил благословение для вас. У Бога есть благословение для Его народа. вы не потерпите крах. Бог вас не остановит и не оставит никогда. Вы не увидите поражения. Вы ни в чем не будете иметь нужды. Бог умножит свое благословение и милость свою над вашей жизнью во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю в вашу жизнь сверхъестественный прорыв, сверхъестественное ускорение. Если вы верите в это, скажите Аминь. Засвидетельствуйте свою веру. Провозгласите благость Божью в свою жизнь. Примите это верой. Провозгласите верой и верьте в своем сердце в то, что Бог обеспечит и обязательно найдет способ вас благословить. Даже когда кажется, что проблема слишком велика. Итак, Илья послушался Бога и подошел к потоку. Я прочитаю вам, что было дальше. Итак, 5 и 6 стих, 17 главы 3 книги Царств. Слово Божье говорит «И пошел он и сделал по слову Господню». Пошел и остался у потока харафа, что против иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Только представьте, насколько это было невероятно. Кто может себе вообразить, что вороны придут и будут кормить кого-то из людей. Но в случае с Ильей именно так все и было, потому что Бог велел воронам кормить Илью. И сегодня во имя Иисуса я провозглашаю вашу жизнь, что порой Бог будет давать вам обеспечение, которое будет казаться вам просто невероятным, невозможным. Кто ожидает, что их будут кормить вороны? Люди такого и представить себе не могут. Но если воронам велит Господь, они будут приходить к этому человеку и кормить его. Аллилуйя! Поэтому сегодня вместе с вами я верю в сверхъестественный прорыв в вашей жизни. Кто из вас нуждается в чуде, в чуде обеспечения в вашей жизни? Если я говорю о вас, то пожалуйста, отзовитесь на нашем канале. Вы можете оставить ваши комментарии в фейсбуке и в ютубе. Аллилуйя! Я говорю о чуде обеспечения. В Библии мы видим множество чудес, связанных с обеспечением людей. И всегда нужен был шаг веры или нужно было верой пойти к потоку. Он получил слово от Господа. Аминь! И он послушался Бога, пошел туда, и Бог даровал ему обеспечение в том месте. Я не стану вам читать дальше, но уже в этой главе мы видим, что поток высох. О чем это говорит? На все есть свое время. Какое-то время этот поток стал местом обеспечения для Илии, но это не значит, что он должен был быть местом обеспечения на всю его жизнь. Период пребывания у потока подошел к концу, но это вовсе не означало, что Бог убрал от Илии свою руку обеспечения. Если в вашей жизни произошли какие-то перемены, может быть, высох ваш источник обеспечения, это не значит, что Божий поток обеспечения в вашей жизни прекратился. У Бога есть обеспечение для вас на каждый сезон вашей жизни. У Бога есть чудо для вас. У Бога есть чудо для вашей семьи, и я пророчествую вашу жизнь во имя Иисуса Христа, что вы увидите чудо обеспечения от Господа в вашей жизни в этом новом сезоне, в который вы входите. То, что один из сезонов вашей жизни закончился, вовсе не означает, что в вашей жизни больше нет Божьего обеспечения. Это лишь знаменует начало нового сезона. И после этого Бог говорит Илье, я поведу тебя к вдове, и эта вдова будет кормить тебя. Аллилуйя! Я усмотрел, чтобы у вдовы было для тебя необходимое обеспечение. Что особенно интересно, так это то, что для того, чтобы благословить своих детей, Бог использует самые невероятные источники и самых неожиданных людей. Только представьте себе, Бог сказал Илье, тебя будет кормить вдова. Послушайте, у этой вдовы у самой ничего не было. Это реально чудесная история. Вдова сказала пророку, сейчас из оставшейся муки спеку хлеб для себя и сына, и затем мы просто умрем от голода. Но Илья сказал ей, спеки сначала лепешку хлеба для меня. Он не просил ее использовать всю муку на него, просто сначала спечь хлеб для него. вау, вау, Если вы проповедник, вы часто слышите, как люди говорят, отдать последнее. Илья спеки, и люди говорили, ай, шарлатан, ганадо, как он может пить первую бону? Вы в своем уме? Вы шарлатан? Как смел этот пророк просить вдову использовать остаток муки на него? Но именно это он и просил ее сделать. Вы знаете почему? Потому что Илия представляет в данной истории самого Бога. То есть тем самым он говорил, поставь Бога на первое место в твоей жизни. Поставь Бога на первое место. Как призывал нас Иисус, ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, и все это приложится вам. Поэтому Илия сказал вдове, спеки сначала хлеб для меня, и тогда мука в катушке и масло в катке никогда не истощатся. Обеспечение будет течь непрерывным потоком. Этот принцип обеспечения Божьего для нас всех. И снова обеспечение пришло через слово от Бога и через то, что вдова послушала слово от Бога. Если вы хотите пережить в своей жизни сверхъестественное обеспечение от Бога, вам нужно ставить Бога на первое место в вашей жизни. Прежде всего в вашей жизни ищите Его и отдавайте Ему самое лучшее, что у вас есть. Не отдавайте Богу какие-то остатки. то, что не важно для вас, и поэтому вы с легкостью решили отдать это Ему. Нет, но приносите Богу первые плоды, первые плоды вашей жизни, ваших финансов, вашего времени, первые плоды от всего в вашей жизни. Он совершит в вашей жизни то, что не мог сделать ни один человек. Он коснется вас так, как не смог никто иной. Он исцелит ваши недуги и болезни. Он избавит вашу душу от зла. Кто-нибудь скажите на это Аминь. Спасибо, Иисус. Чудеса обеспечения. Я вижу, что вы пишете в Ютуб и в Фейсбук, что очень нуждаетесь в подобном чуде. И мы будем молиться сегодня о том, что в ваши дома, в ваши семьи пришли чудеса Божьего обеспечения. И точно так же, как Илия, вы не будете иметь ни в чем нужды и недостатка, как через воронов и вдову Бог кормил Илию. Он найдет, как благословить и обеспечить вас. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Господь обещал нам, не оставлю вас и не покину. Не оставлю вас и не оставлю вас и не оставлю вас Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok